Если и осталось немного времени, то только прихорошиться и еще раз отрепетировать отдельные моменты. На подиум в смотрепоказе модели сегодня вместе выйдут. Болтик, дерево, робот и Джеймс Бонд. Вот такое перевоплощение четвероклассников первой школы. Камуфляжный наряд Жени Булаев готовил вместе с мамой три дня. Ушло примерно 13 мусорных пакетов. Соединились с цеплером и скотчем. Вполне практичная вещь, считает юный дизайнер, называя свой костюм деревом. Сложно фоткать животных и прятаться, как дерево. Он такой болтик, типа винтик. А это то ли болтик, то ли винтик. Одно точно. Максим Лобач. Утепляли мальчика, как говорится, всей семьей. Идею подал папа по совместительству инженер-программист. Ушло у нас два дня. В первый день мы делали сам костюм, а потом уже шляпу. В общем, было у родителей в период подготовки к смотру-показу свое домашнее задание. Спасибо хочу сказать родителям, потому что все-таки в начальной школе родители это основа. И поэтому они очень много прикладывают усилий, шьют какие-то накидки, делают неимоверные цветы. Говорю, в нормальных условиях такого бы не сделали. Поэтому большое спасибо родителям. И вообще очень интересно получается. Вот наконец настал тот час, когда начнется наш показ. Наряды очень хороши. Ты все их посмотреть спеши. Наряд из целлофановых пакетов. Наряды в этом никогда. Не страшны ни дождь, ни холода. Не промокают. Разноцветный. И среди всех других заметный. На смотре и показе модели в итоге выступят все 25 классов первой школы. Дефиле учащихся разного возраста будет объединять одно. Костюмы, сделанные из подручных материалов. Или с элементами того, что чаще всего идет в утиль. Они редко загрязняют природу. Потому что человек разумный позволяет себе мусорить на планете, а по сути в собственном доме. Этот смотр посвящен Году экологии как напоминание школьникам, что они тоже в ответе за землю матушку. А задача минимум – определить победителей номинациях и выбрать достойных для участия в последующих конкурсах вне школьного формата. Мы сразу же смотрим тех, кто может пойти на другие конкурсы. Вот так с первых классов мы уже две группы выбрали. Одну на наш городской конкурс, а на другой на международный конкурс «Зеленая планета». Елена Вишкина, Олег Кобяков. Специально для новостей.